Привет всем, друзья, подписчики и просто зрители, одним словом, все те, кто смотрит видео. Сегодня я хочу покататься в сингле по всем, которые вообще здесь есть. Так, уже день, поэтому можно, в принципе, отключить. Так что здесь ничего нет, ничего нет интересного. Так, для тех, кто не понял, я в Бори Вуде. И начну с первого, того, что появилось совсем недавно. А именно с новым обновлением, ну, точнее, не совсем новым, а с версией 2.1, точка, не помню, какая дальше цифра, у нас появился полноценный город Бори Вуд, в котором мы сейчас находимся. Здесь много очень интересных мест, в том числе и вот этот пляж. Раньше Бори Вуд был совсем не городом, а был самым обычным кемпингом, до которого нужно было плыть, то есть был островком. В общем, в общем, в общем, а тут нет ничего. Но это первое место, где можно найти интересную вещь. Я здесь нашел, например, экстрим-магазин, который долго искал. Кстати, одна плохая вещь я заметил с версией 2.2.1, по-моему, так, в которой автор игры заявил, что он тут сделал кучу всяких оптимизаций, в общем, придумал сделать, чтобы солнце вставало на востоке, заходило на западе. Словом, когда идешь навстречу солнцу, то игра заметно лагает. Если я поверну со спиной, то все прекрасно работает. И вновь, когда мы идем навстречу солнцу, начинает все подтупливать малеха. Итак, куда я иду? Я иду по тропинке к самому кемпингу. Как раз вот в этом месте и был островочек. И вот это вот считается как раз кемпингом. Здесь, в принципе, нет ничего интересного, но некоторые интересные штучки найти все-таки можно. И сейчас мы посмотрим, что именно. Ну, я, кстати, вижу уже пакетик с чипсами в палатке. Что у нас в палатке? В палатке даже рюкзачок есть. Но, по-моему, больше ничего интересного здесь и нет. Так, брысь. Ты брысь. Так, нет, нет, нет. Вон там еще есть тропинка. Сейчас мы и туда сходим. Так. Так. Ну, клюшка, патроны. К слову сказать. Так, больше тут... Ух ты, пристань. Кстати, я о ней совершенно забыл. Здесь есть небольшая пристань к причалу. Но на ней, как я вижу, нет ничего. Ну и ладно. Значит, отойдем подальше. Сейчас я покажу приблизительно, где это на карте мы находимся. Если у меня есть карта с собой. Эй. Ага, карта у меня есть. В самом непонятно каком месте. Так, поставим ее сюда. Итак. Мы находимся вот тут вот. Где крестик? Вверху на карте. И, если честно, если пройтись на тот пляж, на котором я был изначально, то мы будем совершенно в воде стоять. Ну, что и свидетельствует о том, что это когда-то был остров. Поэтому карта еще не совсем оптимизирована под это. Ладно. Здесь мы не нашли ничего. Но, если у вас аккаунт gold, или же вы играете на харде, то тут можно много найти чего интересного. Почему я начал отсюда? Да, потому что как раз по кругу, по всей карте я и буду ехать и показывать все самые интересные места. Ну, а еще мне нужно было заправить автомобиль, и ближайшая заправка была здесь. Поэтому сейчас как раз мы пойдем на заправку. О, боже. Я же отреспаунился, и теперь, знаете, возьму катану. Хоть и все говорят, что катана это отстой, что молот самое крутое оружие. Да, молот это самое крутое оружие, согласен. Бьет с одного раза. Но, если прокачать все скиллы, то из катаны вам не страшно. Будет тут бегать. Потому что катана тоже бьет неплохо. Хоть сюда. Вот, видите, даже самым обычным, обычной левой кнопкой мыши можно спокойно разобраться с зомби с одного удара. Так, здесь ничего. Еще один рюкзак мы нашли. Но рюкзак мне не нужен. У меня и так вроде есть, забитый всяким фламом. Так, брысь. Где там мой автомобиль был? Кстати, почему я играю в сингли? Я давно очень не играл в сингли. Потому что Леха уехал из города на время, когда вернуться, не знаю. Поэтому сегодня я играю один. Может быть, по-позже я сыграю с кем-нибудь из Ютуба. Точнее, с подписчиками из Ютуба. Если кто-то будет из них в Скайпе сидеть, и у кого-то будет желание сыграть. Так, отъехали. Поехали на военную базу. Почему на военную базу? В принципе, на военной базе нет ничего интересного. Ну, во всяком случае, я так полагаю. Но хочу съездить, проверить одну интересную фишку. Дело в том, что в аэропорту тоже есть ангары, на которые можно залезть. На воинской базе на ангар залезть нельзя. Поэтому я хочу поставить лестницу. Да, кстати, я мосты небольшие тут построил, чтобы проще было передвигаться. Так вот, я хочу поставить лестницу и посмотреть, что будет интересного на том ангаре. Может быть, действительно там будет что-то интересное. Так, мы приехали. Тю, нас даже никто не будет встречать. Что-то совсем плохие. Так, интересно, будет там что-то сверхокупительное на этом ангаре или не будет. Так, ладно, так тебя кокну. Блин, а лезть-то далеко. Я даже не буду смотреть, что там валяется. Потому что у меня, в принципе, на базе и так уже очень много всякого хлама. У меня там 15 или 20 сундуков, забитые всякой всячиной. И не знаю, куда их девать. Кстати, большую часть из того, что у меня есть, я иногда раздаю подписчикам, которые со мной играют. Так, раз лестница, два лестница. И ух ты, смотри, лестница. Шикарно. Так, чуть подпрыгнем. Залезем. И... А тут нифига нету. Ну и ладно. Зато мы теперь точно знаем, что тут нет нифига. Так, а там что-нибудь, может, на этих есть? Так. Бинокля у меня нет, но у меня есть 12-кратный зум на арбалете. Так, там ничего, там ничего, там тоже ничего. Угу. Ну и ладно. Значит, одним интересным местом меньше. Так, где там моя лестница была, которую я поставил? Аккуратненько попробуем по ней слезть. Так, добавим немножко скорости. Итак, значит, это место совсем неинтересное. Хотя, мне почему-то так казалось, что место запрещенное, значит, интересное. Но, увы, ничего интересного тут нет. Так, все-таки что-то там интересное лежит. Че это? А, Мэпл Страйк? Ну, Мэпл Страйк это неинтересно. Так, мы бежим к нашему автомобилю. Следующее интересное место, это мост конфедерации. На самом деле, да, там ничего нет такого примечательного, крутого. Найти там, кроме медикаментов и, в принципе, безделушек всяких, на подобие обоим для редких оружий, для редкого оружия, найти нельзя. Черт возьми. Меня тут уже кусают. Но, если перейти на ту сторону и идти долго-долго-долго-долго-долго через мост, то вам дадут скилл в стиле. Называется он Дойти до конца моста. На самом деле, до конца моста вы не дойдете. Ой, показалось, что ползет. Потому что там появится где-то посерединке невидимая стенка и, в общем, у вас не получится дойти до конца. Но есть один примечательный момент. Я когда... Так, вот эти штучки я собираю, фонарики. Как это нет места? А, я их выгрузил. Так. Даже не знаю, от чего избавиться-то. Да ладно, в принципе, фиг с ними. У меня их и так много. Шестикратный зум я вижу. Шляпа армейская. Двукратный зум. Словом, если идти туда, далеко-далеко-далеко, то я нашел, кстати, вот как раз мотоморез. Я недавно там гулял и нашел мотоморез. Одно из, наверное, самых редких оружий. После Тимбервульфа. Легендарной винтовки с 20-ти кратным зумом. Ну да ладно. В общем, я вам рассказал, куда идти и что там вы получите. Так что, можем двигать дальше. А дальше двигать нам очень и очень далеко. Хотя, в принципе, можно вернуться обратно и поехать через мост, который я построил. Давайте, наверное, так и сделаем и отправимся на остров Святого Петерса. Для тех, кто не понял, что это за остров, это остров с вертолетом. Говорят, что там есть что-то интересное. Ну, на самом деле, там действительно много чего есть интересного. Начиная с того, что там есть разбитый вертолет. И возле этого разбитого вертолета куча военных. Значит, там все-таки что-то есть интересное. И каждый раз, кстати, там много чего бывает. Один раз я нашел там два рюкзака. Именно зеленых рюкзака военных. Один раз я нашел там Timberwolf. Ну, а в основном я нахожу там всякую мелочь. Типа тактических фонариков, бомб и прочей ерунды. Так что же они попадают-то? Что я совсем плохой? Вот леньке мне все-таки вернуть графику. Точнее, не вернуть, а изменить настройки графики, сделать их хуже. Так, ну вот, PNV есть. У меня, по-моему, такой же есть. Да, он прямо на мне одетый. Это все неинтересно. Вон там есть петушок. По-другому ПДВ. Так, отлично. Что это? Это у нас FlashHider. Тоже бесполезная штука. Еще один FlashHider. Так, MapleStrike и петушок. А с этой стороны? Здесь... А, это у нас сырое взрывчатое вещество. Кстати, если у вас есть возможность, то поставьте здесь сундучок. Вот. Тут есть еще один прибор ночного видения. Вот, опять же, петушок, MapleStrike, лазер и фонарик. Такое. Самое, что интересное. Итак, мы побывали на острове Святого Петерса. Теперь мы напрямую отправимся, наверное, на ферму. А, точнее, не на ферму, а отправимся мы к антенне. Как раз она, по-моему, на ферме WhiteShare. Так, по-моему, ферма называется. Не помню точно. Да, это моя небольшая лачушка, которая уже преобразилась в большую. Там есть и БТР, и пожарка, и скорая помощь. В общем, и все автомобили, которые здесь можно собрать, пригрел у себя под одним крылом. Так, ферма у нас в другой немножко стороне, поэтому мы зарудим туда. Да, вон, я нашел антенну. Антенна тоже весьма интересная штука. Так, я заезжать далеко не... Ой-ой-ой-ой. Нас почти перевернуло. Заезжать я далеко не буду, потому что в прошлый раз, когда я заехал туда, я потом долго мучился, чтобы выехать. Ну, зачем ты сюда полз, а? Так бы живым остался, а так... Вот, я застрял между вот этими вот двумя тетелями, и это был просто кошмар. Причем застрял не именно я, я заехал просто туда, на самый верх. А машина непонятно по каким причинам скатилась, хотя вроде бы ставил ее на ручник. Ну да ладно, сейчас мы идем к антенне. Здесь нужно быть внимательным, потому что всякие интересные штучки валяются и на вот этих вот треугольничках. На вот этих распорочках. Так, тут ничего нет, тут тоже ничего нет. И тут ничего нет. Да. Не повезло нам в этот раз, здесь ничего нет. Ну и ладно. Странно, почему здесь ничего нет. В прошлый раз я здесь находил винчестер. Так, стойте. В какую мне сторону бежать? Мне бежать в ту сторону. Находил винчестер и нашел для него, по-моему, две или три обоймы. А на верхушке, на самой верхушке, был еще... Была дымовая граната. Но сегодня что-то не везет. Совсем не везучий день. Мне вчера очень сильно везло. Я вчера нашел и БДР, и пожарку. В общем, вчера было круто. Так. Ага, мы приехали. Вот, как и говорил, здесь можно было застрять. Что я и сделал. Ладно. Так, где у нас тут эта штучка? Давайте попробуем вытащить отсюда. Да. Откуда летел, туда и прилетел. Шикарно. Просто замечательно. Давайте еще раз, может, с этой стороны подтолкнем. Что-то лучше. Дрынь. Так. О-о-о. Вот так. Нам как раз нужен был такой толчок небольшой. Ай-яй-яй. Итак, где мы направимся теперь? А теперь мы направимся на как раз наш пасхальный остров. Как его все называют. Но на самом деле там пасхалок-то не так уж и много. Но там можно найти одно достижение. Замечательно. Нарушник поставил? Да. Ничего не катится. Вот. Нам нужно переплыть на вот тот вот маленький остров. Сейчас я покажу, с какой стороны это сделать лучше всего. Вот. Мы сейчас находим... А, у меня тут довольно быстрого доступа есть. Мы находимся вот здесь. И, как видите, это самая ближняя точка. Самая ближайшая точка для того, чтобы попасть на этот остров. Ну что ж, поплыли. Итак, мы приближаемся к острову. У меня даже хватило энергии, чтобы доплыть. Давай, давай, давай. Да, у меня ровно впритык хватило энергии, чтобы сюда доплыть. Итак, остров небольшой. И здесь есть один интересный моментик. Сейчас, может быть, мы к нему и подойдем. Я просто не помню, с какой он стороны. Да, кстати, здесь есть зомби. Не знаю, как они сюда попали, что они здесь сделали. Но они здесь есть. Причем, по-моему, стоят они как раз возле этого интересного места, которое я вам хочу показать. Да, прямо мы как раз здесь. Так. Отлично. Что я вам хотел показать? Я вам хотел показать мужика с шиной на голове. По-моему, если сюда прийти, то у вас... Точнее, нет. Если вы сюда придете с кем-то, с кем вы играете в кооперативе, то у вас у обоих должно появиться достижение, по-моему, Have a nice day или что-то такое. Типа, вы провели хорошо время. Больше здесь нет ничего, поэтому, грубо говоря, это пустая драта времени плыть сюда. Нет, здесь можно, конечно, насобирать много-много ягод, но ягоды полезны только в том случае, если у вас плохо со здоровьем. И то молотые, потому что не молотые ягоды вам дадут таких галюнов, что будет весело. Итак, сплавали мы сюда, конечно, зря, разве что только показал это интересное место. Давайте поплывем обратно. В этот момент я тоже, скорее всего, опущу. Мы доплыли, и пока у меня есть замечательная возможность показать вам одну фишку. Очень прикольную фишку. Но она работает только в том случае, если у вас прокачаны все скиллы. Смотрите, я сейчас как раз утолю голод. Я думаю, этого будет достаточно. И где там моя фляга. И я утолю жажду. Но нужно делать именно в этой последовательности. То есть сначала утолить голод, а потом утолить жажду. Еще одно немаловажное условие. У вас должно быть менее 20% радиации. Причем менее. 20% это уже не прокатит. О чем я говорю? Смотрите, сейчас я утолю жажду. И у меня начнет увеличиваться здоровье. В теории. Да, уже 73%, 74%. И так дальше пока не наберется 100%. К сожалению, радиация не уменьшается. Но и на том спасибо. Здоровье прибавляется. Это тоже хорошо. Так, идем к нашему автомобилю. Я думаю, пока мы доедем до следующего места, у меня уже восстановится все 100% здоровье. Мне кажется, пока до автомобиля. Тут дошканды баю, они уже восстановятся. И куда мы поедем теперь? А теперь мы поедем к аэропорту. Аэропорту. Одно интересное место я покажу в самом аэропорту, о котором я узнал от своего подписчика. Кстати, если вы едете в аэропорту, сразу запаситесь с собой лестницами. И сейчас я буду вам объяснять, почему. Точнее, не сейчас, чуть-чуть позже, когда я разберусь со всеми этими... ...тёвыми. Ух ты. Приполз. Он что, полз за мной от самого города, что ли? Так. Так, стрел нет. Нет, 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 нет. Так, вон. Эй. Вот такой. Вот тут, кстати, можно найти костюм ниндзя. У меня где-то есть, завалялся. На мне сейчас самый обычный, по-моему, зелёный камуфляж. Да, на мне самый обычный зелёный камуфляж. Но там можно найти и... ...костюм ниндзя. Итак, интересное место. Интересное место это первое, это ангары. На них можно залазить. Это знаменитые магии. На них можно залазить. Зомби на них не залазят. Это ещё один из плюсов. И на них нередко можно найти классные штуки. Я здесь находил генератор. И один раз нашёл рюкзак. Но слазить с них нужно очень и очень аккуратно. Потому что если быстро слазить, можно сломать ноги. Я ломнул тоже не первый раз. Куда он бежит? Чувак. Ладно. Не суть. Теперь мы идём на вышку. На вышке тоже много интересных вещей. Кстати, в самом ангаре есть стеллажи. И на стеллажах нередко появляются фишки. Разные фишки. Там тоже есть и генераторы, и прочая ерунда. Ой. Не получилось. Ладно, давайте избавимся от них. Будут ползти за нами до самого конца. Языки нечистые. Ты пошёл вон. Так, энергия закончилась. Да, наверное, уже пора будет включить наш ПНВ. Надеюсь, ты за нами не поплзёшь. Умничка. Вот тут текстуры сделаны в один тон. И вообще нереально различить их. Причём не только в такое время дня. Вечером. А и вообще нереально. Даже днём. Оно всё серое, сливается. Эй. Ах ты. Пусти у меня. Всё-таки. Ну и ладно. Эй. Эй. Так. Вот. Я здесь уже, по-моему, начинал статостроить. Но потом забил на это всё. Давайте мы поставим ещё одну лестницу. Вот так. Ставьте лестницу именно здесь. Потому что если её ставить здесь, вы видите, она уходит в текстуры. И вы залезть на неё не сможете. Эй. А я и так на неё залезть не смогу. Придётся раздолбать верхнюю штуку. Так. Лестница ломается быстро. Поэтому это всё прекрасно. И вот. Вот так. И давайте полезем. Мэй. Почему ты не лезешь? Совсем плохой. О. Залезли. Вот ещё одно интересное место, где спавнятся вещи. Но у меня сейчас, по-моему, стоит режим Normal. Блин. А посмотреть-то нельзя. Если выставить режим Hard или у вас есть Gold, то здесь можно найти много интересных вещей. Ну. Давайте посмотрим, что ли. Так. Так. Host. Давайте выставим Hardcore. И нажмём Host. О. И сразу же мы нашли шестикратный зум. Кстати, режим Hardcore действительно не для слабаков. Как видите, индикаторы все теперь без процентов. То есть вы приблизительно на глаз только ориентируетесь. Как, куда, чего и почему. А это очень и очень плохо. Точнее, это очень и очень сложно. Кстати, прицела нет тоже. Как видите, приходится ориентироваться абсолютно на бум. Ну, кстати, зомби бить это абсолютно не мешает. А вот подбирать предметы весьма и весьма сложно. Особенно, когда их много. Поэтому давайте передисконетим самый обычный нормальный уровень. Ой, чуть не нажал хвост. Так, Normal. И нажмём хвост. И, к сожалению... Смотрите, здесь есть ПДВ-магазин. Нифига себе. Ой-ой-ой. Так, нет, нам надо слезть. Ай-яй. Ой, мы ничего не поломали. Значит, всё отлично. Так, заточечка. Очень полезная штука. Ух ты. Ух ты. Неплохо мы отраспавнились. Даже оружие столько хорошего. Ну, оно мне, в принципе, не нужно. Потому что мы отправляемся... Чё это? А, это картошка. Мы отправляемся к следующему интересному месту. Так, дырка в заборе. Дырка в заборе с другой стороны. И нам нужно как раз в эту дырку попасть. Поэтому придётся нам чухать через весь аэродром. Вещь. Кстати, дочерь дела немножко получше. Именно с подвисаниями, с прочей ерундой. Потому что солнца нет, источника света нет. И... Более-менее приятно играться. Тут даже в некоторых местах. Кстати, вот эту вышку отоптимизировали. Она теперь менее секторная. И состоит из треугольников. И благодаря этому... Нет, всё-таки подвисает игра. Ну ладно. Так, стойте, стойте, стойте. Там чё-то было. А, обычная бойма. Неинтересно. Поплывём, поплывём на остров. Остров. Так. Сейчас я покажу, где этот остров. Блин, оно не видно ни черта. Может в ПНВ лучше будет видно? О, куда более лучше. Вот, мы в аэропорту. Через эту дырку мы пробрались. И теперь мы будем плыть на вон тот вот остров. Там есть одна интересная штучка, где можно получить ачивку. В стиме. И, естественно, есть затонувший корабль, как его называют. Хотя, на самом деле, он-то и не затонувший. Просто сел на мель. Ладно, мы вылезли. И теперь потихоньку будем двигаться. Так, где-то в середине, в середине острова есть столик. Да, представьте себе, здесь есть столик. Вон, кстати, мы к нему идём. Недалеко бежать было. Ух ты. Там что-то есть ещё. А, чё, это животное. Вот, есть столик с шахматами. Нужно, кстати, таких... Ух ты, открыто достижение чес. Вау. Вот это прекрасно. Вот, не зря я всё-таки сюда шёл. Так, в той части острова нет ничего примечательного, а вот в этой части есть. В этой части есть. В этой части как раз затонувший корабль. Так что давайте к нему и отправимся. Я, кстати, там уже лазил, но не был ещё на верхней палубе. Так, меня уже заметили. Вот тут зомби есть. Кстати, сглупил. Когда был на ферме, можно было сплавать после антенны сразу в бункер. Ну и ладно, бункером мы, значит, закончим наше видео. Как раз бункер будет самым интересным и завершающим... Ой-ой-ой. С завершающим моментом. Так, чё тут у нас? Ничего. Там у нас ткань. И это монтировка. Кстати, я всё-таки надеялся, что от монтировки есть какой-то практически смысл. А оказалось, что монтировка это просто холодное оружие. Ну и ничего. Нормально. Так, там вон ещё что-то есть. Иди сюда. Так, мы его сделали. Так вот, я здесь уже был. Но я не заплывал на ту сторону. Там же должна быть лестница. А лестницы здесь нет. Так, там где-то кто-то крякает. Так, не здесь. Значит, наверное, здесь. Сковородка. Сковородка тоже супер вещь. Кроме как биться, больше нельзя делать ничего. Так. Ух ты, пила. Ну действительно, ради пилы я сюда как раз и плыл. Эч, эч, эч. Нельзя здесь поплыть. Патроны даже есть, которые можно собрать. Ага. Давайте-ка мы поставим сюда лестницу. Так, здесь стенка какая? Стенка кривая. Как же лестницу поставить? А лестницу надо ставить, значит, с этой стороны. Ну ок. Давайте поставим лестницу. Я думаю, тут как раз хватит. Так, 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 так. Ох, а высоко лезть. Давайте сюда поставим. И сюда поставим. Так, нам хватило. Ой-ой-ой. Так, давайте слезем. Странно. Здесь стенка тоже корявая какая-то. Ну и ладно. Значит, поставим еще одну лестницу. Я надеюсь, теперь нам хватит. Оп-оп-оп. Да, мы запрыгнули. И черт возьми, здесь тоже ничего нет. Жаль. А я-то возлагал такие надежды. Такие надежды. У-у-у. Плюх. Так, мы плюхнулись. Что ж. Из интересных мест у нас остался лишь бункер. Еще одна пила. Зачем тут столько много пил? Так. Кто? Ну иди сюда. Молодец. Поэтому давайте теперь отправимся к бункеру. Так, где бы тут поближе, чтобы недалеко плыть? Я думаю, где-то здесь. И мы поплывем. Поплывем в бункер. Нет, есть, конечно, еще одно интересное место. Маяк называется. Но там, в принципе, ничего интересного найти нельзя. Некоторые говорят, что там можно найти БТР. Он там иногда спавнится. Но, если честно, я его там никогда не находил и никогда не видел. Я больше возлагаю надежду, что там скоро появится гольфкар, который нам пообещал разработчик в версии 2.2.1. Но так и не сделал. Кстати, он пообещал еще сделать коктейль молотого, удочку, для того, чтобы ловить рыбу. Кстати, рыбу я тоже еще не видел здесь ни разу. И пообещал... Что же он еще пообещал? А пообещал он какой-то пистолет, который бы стрелял дробью. Я думаю, вы все видели эти обещания. А точнее, то, что он там написал. Но почему-то нет. Надо, кстати, ему в твиттер написать, узнать, когда, что. И написать относительно вот этой вот ерундовины со светом. Что если идти по направлению к источнику света, то заметно начинает подвисать компьютер. Так. Точнее, не компьютер подвисать, а игра начинает подвисать. Это все нужно будет учесть. Ладно, так, здесь уже отспаунились куча зомби. Когда не успели... А, я ж нажимал дисконект. Кто, кто, где, все, никого нет. Ничего не знаю. Вон, кстати, там рубашка военного есть. Но она нам, в принципе, не нужна. Так, автомобили. Нет, голубой-то не мой. Скорее всего, он даже не заправленный. Так, стойте, там за мной полз кто-то. Иди сюда. Так. Сколько у нас тут чего? У нас 50% бензина. И еще один товарищ. Хоть сюда. Так, 50% бензина. Стойте, канистра у меня, по-моему, полная. Да, теперь у нас 75. И воспользуемся этой фишкой. Ага, здесь 14%. Не воспользуемся этой фишкой. Зря только вылили канистру. Ну и ладно. Давайте поедем к маяку. Как оказалось, здесь ничего, кроме самого маяка, и нет. То есть гульфкара здесь до сих пор как не было, так и нет. Хотя я машины распаунил очень-очень часто. Уже столько их нараспаунил, что просто капец. Давайте залезем. Так, а там есть еще одна. Вверху. Что может быть вверху? Скорее всего, там будет куча-куча скотча. Может быть, что-нибудь из того, что можно поесть. Что-то пистолет. Так, 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 так. Фонарик есть один. Ну, в общем, видите, как я и сказал. Здесь куча много, много-много интересных вещей. Прям целая куча. Есть ничего не было. Ну, раз пообещал заехать на маяк, то я на него заехал. Так, ну, и давайте теперь съездим, точнее, доедем до того места, откуда можно уплыть на остров с бункером. И посмотрим, что нам приготовит бункер. Вон там за мной толпа зрителей собралась посмотреть, как же я сползаю на маяк. Мимо них проносимся. Кстати, вот это место тоже неплохое. Здесь всегда можно найти кучу каких-то вещей. Аптечку, например, хорошую такую. Или пакетик с кровью. Или же патроны. Кстати, Civilian Bullets весьма и весьма полезный, оказывается. Кроме самых обычных пистолетов, можно заправлять как раз и редкий матоморез. Итак, мы приехали на вторую ферму. На ферму Vischir. И вот где-то в этом месте мы поплывем на вот тот дальний остров, который вы видите прямо впереди. Ой, вообще, это автологию сказал. В общем, тот, который впереди. Итак, мы здесь. Можно было... Ой, там кто-то сзади крекает. Ух ты, как близко подошел. Совсем неожиданно. Итак, поплыли. Я надеюсь, энергии хватит, чтобы доплыть. Можно было, конечно, и с другой стороны. Но бункер, по-моему, в этой стороне, поэтому плывем мы здесь, дабы меньше идти потом по острову. На удивление, у меня даже хватило энергии, чтобы сюда доплыть. Круто. Так, теперь длинный, длинный, мучительный подъем вверх. Энергия закончилась. Итак, ой. Вон. Кыш. Мы прибыли. Нет, это еще не бункер, но уже близко. Кстати, вот мне еще интересно, что там вот в верхнем ящике. Так, у нас есть рюкзак, у нас есть УЗИ. У нас есть патроны гражданские. В прошлый раз я там нашел барабан. Ух ты. Стрелы я подберу. Стрелы мне пригодятся. Так, ну, пить есть еще пока нормально. Я не особо хочу. Так, здесь у нас карджек, скотч. А здесь у нас монтировка. А вот что вверху? К сожалению, у меня осталась только одна лестница. Я надеюсь, ее хватит. Оп. Запрыгнули. Да. Здесь есть еще одна монтировка и еще одни гражданские патроны. Там еще есть лодка. У лодки тоже, в принципе, что-то может быть. Ну, давайте сначала мы спустимся. Сам бункер. Видимо, жители знали о надвигающейся эпидемии и заранее приготовились. Сделали бункер. Потому что здесь есть абсолютно все. Здесь есть кровати. Так, здесь есть кровати. Здесь есть даже огорожа. Ограда. Правда, здесь все равно так и остались зараженные. Так, здесь ничего нет. К сожалению, здесь ничего нет. Хотя, еще последняя. Ну, ну. Еще последняя комната. Так, вот. Эти таблетки собираю. Они весьма и весьма хорошие. Мало того, что они убирают 25 или 30% радиации, они еще и пополняют здоровье. По-моему, на 40%. Но это если прокачать все скиллы. Итак, мы слазили в бункер. Это, в принципе, было последнее такое интересное место в данной игре. На самом деле, ничего здесь интересного в этот раз не было. К сожалению. Как я и сказал, изначально мне сегодня не везет. В плане находок, в плане открытий. И что у нас здесь? А здесь у нас еще одни гражданские пули. Так. По-моему, да. По-моему, я съездил, сплавал, слазил во все самые интересные места, которые есть в этой игре. Даже, по-моему, слазил в те места, о которых многие не догадывались. А именно, слазил на крышу вышки, где после нескольких дисконнектов все-таки обнаружил аж шестикратный зум. И слазил на ангар воинской части, на котором, к сожалению, ничего не оказалось. Но, скорее всего, это тоже из-за того, что у меня не голд. Может быть, если бы я пару раз дисконнектился на харде, на хардкоре, то что-то бы все-таки получилось. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так. Ну, а на этом сингл я заканчиваю. Надеюсь, я показал все самые интересные места. Может быть, даже кому-то это пригодится. Может, кто-то не знал о некоторых местах. Так что ждите теперь мультика. Я думаю, может быть, он будет либо сегодня, либо завтра. До скорых встреч. Пока. Пока.